Дядя Миша Он со всеми ладит, условиями доволен, едой тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный, очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет, сообщил источник. Большую часть дня актер работает вместе с другими осужденными. Ефремов не может встречаться с родными, так как во время карантина встречи с родственниками запрещены. Он может созваниваться с близкими по телефону или по видеосвязи, но платно. С какой профессией выйдет из тюрьмы Ефремов, стало известно ранее. По данным журналистов издания Мэш, Михаил Олегович уже выбрал для себя занятие по душе. Он решил получить специальность швея-моторист. Актриса Татьяна Васильева в передаче «Звезды сошлись» высказала свое мнение о том, должны ли деятели искусства отбывать срок в тюрьме. По ее мнению, это тяжелое наказание для людей творческих профессий. Так говорит Васильева, осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова. «Надо спасать из тюрьмы. Кому сейчас хорошо, что его нет на сцене, что его нигде нет. Это понятно, что погиб человек, но кто его вернет? Никто. Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает», цитирует Васильеву одно известное новостное издание. «Васильева указала на то, что алкоголизм — это болезнь, от которой нельзя излечиться. Почему к этому не относятся? Как к болезни? Все презирают, начинают винить и брезговать человеком. Почему от раковых больных не отворачиваются, не брезгуют?» Размышляет она. Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к 8 годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии номер 4 в Белгородской области. Продолжение следует...